Так, наверное, ни для кого не секрет, что в операционной системе Raspbian OS есть Майнкрафт, но это не совсем тот привычный Майнкрафт, это P-Edition, то есть специальная версия для компьютеров Raspberry. И, ну, по большому счету, это даже и не Майнкрафт вовсе, это просто какая-то подделка незаконченная здесь, кроме режима творческого, больше, по сути дела, ничего нет, вот, блоки ломаются, независимо от того, чем ты по ним бьешь. По идее каменные блоки не должны, конечно же, так ломаться, но здесь нет монстров, здесь нельзя подключиться к обычной игре, допустим, в мультиплеере, то есть, ну, не знаю. В общем, по сути дела, это просто копание и, возможно, строительство, есть вот, как бы, какие-то доступные блоки, вот, но больше ничего. Еще тут интересный момент, что докопав, например, до Бедрока, как бы, любой Майнкрафтер знает, что здесь нужно остановиться, но только не в этой версии здесь можно копать дальше, пока вы не прокопаете мир насквозь и не улетите. В общем, да, игра такая себе, в общем, здесь даже у мира есть вполне себе осязаемые границы, то есть, если бежать куда-нибудь в сторону, то рано или поздно вы придете на край света, да, тут есть и такое, вот он, кстати, мы его уже видим практически. Да, вот, собственно, и наш край света, мы к нему приплыли. Дальше, к сожалению, действительно ничего нет. Вот, это край света. Так выглядит край света в Майнкрафте. У меня тут, конечно, проблемы с управлением, поэтому я не вижу смысла здесь продолжать играть, я выхожу. Но есть возможность поиграть все-таки в полноценный Майнкрафт, даже на Разбери. Давайте найдем одно приложение. Да, даже кошка хочет поиграть в Майнкрафт. Ну ладно, надо... Так, это называется... Пи Апс. Пи Апс. Вот, мы находим Гитхаб. Кошка, сейчас, сейчас я уже устанавливаю. Так, ну вот, собственно, Гитхаб, где мы можем посмотреть, как устанавливать. Вот, нам нужно исполнить команду git клон и так далее. Так, ну что ж. Открываем консоль. Ну, я перейду в какой-нибудь каталог, где, допустим, в Downloads. Собственно, выполняют команду git клон. Идет скачивание. Так, lsla. Посмотреть, что в каталоге. Вот как раз пи Апс. lsd. И дальше... Нужно исполнить команду install, судя по всему. Ну что ж, исполняем. Install. Так. Установить. Ну да, установим. Так, по идее, установка закончилась. Теперь надо найти, собственно, меню. Так, вот. Это находится в Accessories. Пи Апс. И глядим, какие тут есть приложения. Среди прочего, нужно выбрать и установить установку. Клик инстал. Дайте посмотрим. Здесь есть Chromium. Различные приложения. Ардуино. Эмоджи. Фрикат. И вот тут идут два варианта. Minecraft Bedrock. И Minecraft Java. Посмотрим, что тут еще есть. Visual Studio. Темы для Windows 10. Ну что ж, выбираем Minecraft Java. Судя по всему. Инстал. Если он не установлен, мы его установим. Да, вот он скачивает лаунчер. Субтитры создавал DimaTorzok Ну все, Minecraft у нас, по идее, установлен. Это окно должно самостоятельно закрыться через 30 секунд. Так, ну что ж. Так, вот у нас есть Minecraft Launcher. У него, видимо, не прогрузилось пока еще. Не прогрузился значок. Но попробуем запустить, тем не менее. Не прогрузился значок. Не прогрузился значок. Так, ну я зарегистрировался. Теперь попробуем все-таки запустить. Ну что-то еще дополнительно скачивается. Подождем. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. По идее игра все обновила. Можно нажимать play. Вроде как это последняя версия. 1.16.4. Я по крайней мере на это надеюсь. Я так понимаю для того, чтобы играть комфортно. Наверное придется все-таки уменьшать опции. Качество графики. Там дальность прорисовки. Потому что даже сейчас видно, что что-то рывками идет. Но тем не менее мы запустили Майнкрафт. И можем по идее в него поиграть. Вот. На этом я думаю все. Я попробую может быть создать мир. Неважно. Просто создадим его. Майнкрафт. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok